Кот, пошли, расскажу тебе. Пойдем. Расскажу тебе про крету. Обалдеешь. Итак, невероятно солнечный денек. И практически весна. В феврале. Представляете? Вот такие дела. Но неважно. Весна, а это значит у нас расцветают. Цветочки, вы думаете? Нифига подобного. Креты. В общем, друзья, я не досмотрел. Естественно, я вам говорил, что нет проблем. Да нет проблем, потому что я на самом деле под грязью особо там и не приглядывался. А тут мне батек сказал, что да нет, говорит, не все так радужно. Все там уже есть давным-давно. Пошли покажу, что я нашел. И это, ну, наверное, будет главной темой видео. А еще у меня есть несколько новостей по хендаю. Вот смотрите, видите, вот в таком она виде, грубо говоря, если задняя часть у нас чаще всего загрязняется и быстрее всего, соответственно, фиг тут так все просто рассмотришь. Но нет, вот это ты уже видишь. Поэтому у меня есть специальные салфетки. Сейчас мы вот так вот это сделаем. И вы, наверное, офигеете. Вот, пожалуйста, знаменитая уже, я так понимаю, хендаевская проблема называется. Ржавчинка. Ржавчинка. Ржавчинка на крышке двери задней багажника. А это значит, что, по сути, такая же крета, как у всех остальных. Уже миллиард обращений по этому поводу. Будем пробовать к дилеру. Посмотрим, что скажут. Но я думаю, что, скорее всего, просто перекрасят, получается, заднюю дверь. Возможно, только верх. Не знаю. Короче, дойдем до этого. Просто, вы понимаете, ничего не изменилось, грубо говоря. Тачки два года. Вот, по сути, на второй год это все и начало всплывать. Ну, вот такие вот они, новые автомобили. В наличии бюджетные, неважно, кроссоверы. Со всеми скидками и спецпредложениями, которые можно найти на автоспорт.ру. Кстати, вам не придется бегать по салонам. Не придется звонить по телефону. Все, что вам нужно, просто зайти на один сайт и сразу все здесь в одном. Автоспорт.ру. Ссылка в описании. Ну, понятное дело, сейчас сколько-то времени это было. Просто на это сильно внимания не акцентировали. А сейчас вот посмотрели. Вы скажете, в свете может быть конфликта? Да нет, ничего подобного. Потому что, на самом деле, Hyundai и Kia в России это две, по сути, разные компании. Почему? Потому что, да, у них в Корее, возможно, штаб какой-то один есть, общий. А потом все расфасовывается. Но все равно, они между собой как конкуренты. Понимаете? Особенно Hyundai видит в лице Kia такого одного из главных. Они не хотят никаких сравнений. Никогда. Так всегда было, точнее. Никогда никаких сравнений. В первую очередь, если спрашивают, вот дают какую-то машину, с Kia не будет сравнений? Не будет. Все. Значит, все окей. Значит, пожалуйста. То есть, таким образом, если Kia по этому поводу не переживает, а Hyundai переживает, я всегда делал вывод, что, значит, они как-то чувствуют на подсознательном уровне, что Kia все-таки где-то впереди и в чем-то лучше. Понимаете? Ну да ладно. Хотел вам просто сказать, что как раз с Hyundai у нас никаких конфликтов по поводу того, что у Kia вариатор сдох, не было. Поэтому Александр спокойно съездил на презентацию Solaris. И поэтому и будет у нас, скорее всего, скоро на обзоре Solaris. И, в принципе, возможно, какие-то другие особенности. Но мы выяснили несколько новостей, как раз благодаря тому, что съездили на презентацию, которые вам будут полезны. В том числе по Крете и вообще, в принципе, по позиции компании Hyundai. Потому что, во-первых, внимание, и это очень важно на самом деле, но, опять же, не делайте поспешных выводов, потому что, как вы знаете, корейцы-перебывальщики еще те. Компания Hyundai не хотят привозить автомобили с вариаторами. И в первую очередь это касается Креты. Крету не стоит привозить хотя бы потому, как она сейчас выглядит. Вот эта обновленная китайская Крета, которую мы видели. Это вот это вот тараканище из людей в черном, из разряда... Ну, жесть, на самом деле. Немногим понравится. Это массовый автомобиль. Он таким быть не должен. Он должен быть максимально универсально красивым под все вкусы. А он, понимаете, вот как Nissan Juke. И провал, по сути, был бы не за горами. Так вот, они говорят, что они боятся вариатора. И не будет у них там, по сути, вариатора. Возможно, вероятно, это спасет продажи. И это спасает продажи, на самом деле, Креты и сейчас. Потому что, ну, вы понимаете, почему ее любят. Классика жанра. Классическая связка. И недорогой компактный кроссовер. По цене, качеству, по сути, самый такой. Вот и надежности в глазах покупателя, опять же, самый такой. Все функции есть, все есть. Вот, пожалуйста, лидер класса. Поэтому им очень важно сохранить вот это вот, понимаете. Не дай бог, вариатор тот же самый приедет без доработок еще особенно. Хотя, может быть, сейчас на фоне вот этого всего Киев все-таки что-то сделает. Есть у нас такие надежды. Есть надежды, но самое главное, чтобы не отрабатывали на вас. То есть, ну, получается, да, на первых покупателях. А такие планы, как я знаю, в компании все-таки были и есть. И никуда они не денутся, по сути-то. Ну да ладно. Значит, вы говорите, Крета не будет, да, мол? А что же будет? Новый Крет. Пока будет рестайлинг. Потому что, как не обсуждали на форумах, а все-таки была такая информация, что, мол, не будет вот этого такого лайтового рестайлинга, который там случился уже в Бразилии, где-то в странах Латинской Америки, еще где-то, в общем, много где, Крета немножко слегка обновилась, стало чуть, ну, там изменения вообще, по сути, какие-то косметические. Хоть чуть-чуть, чтобы хоть что-то произошло из разряда. В любом случае, вот такие новости. Так что ожидайте, скоро, по ходу, в этом году рестайлинг Креты все-таки будет такой не очень какой-то кардинальный. Вот такие новости. А сейчас я хочу рассказать вам немножко про нашу вот эту вот эпопею с ремонтом. Так, Виталик, привет. Привет, привет. Нужно твое экспертное мнение. У нас проблемы, да. У нас проблемы. Сейчас половину не видно, но мы это помоем, но в основном видно. Вот смотри, консервная банка какая. В идеале менять надо. В идеале менять. Ну, это, в принципе, сходится, да, с теми предположениями, которые мы думали. Можно починить, просто спотлевки будет много. Да, нет, это не наш путь. Здесь урон 90, здесь урон. Тоже самое. Ну, а как ты думаешь, реально ли найти свет? Ну, еще и стойка центральная тоже увиделась. Ну, как бы. Стойка центральная? Если мы увидим, поставим, поставим совсем ровно. Ну, как правило, петли слабые. Ага. Так на глаз не видно. Если много не рисаешь, а здесь будет неровно. Даже так может быть, да? Ну, это, наверное, когда сильный удар. У нас так, в принципе, чуть-чуть критер. Так, это не слабенько. Это не слабенько? Здесь дверь не так сильно помялась, потому что внутри идет усилитель. Видишь, как бы. Это был до тарана. Началось все спереди. Потом чувак решил, что, ребята, раз уж он начал, то он продолжит до самого конца. Потому что вот здесь как бы с притертости все пошло. А потом он додавил такое ощущение. И продавил всю, считай, машину. Потому что даже еще и сзади в бампере. А это все на скоростях вот около парковочных. Потому что с заправки выезжал ботек. Человек начинал движение, грубо говоря. То есть еще не быстро, по идее-то. Ну, в общем, надо вот здесь вот немножко сполоснуть, и ты увидишь, что-то всякие еще эти есть. Как бы про притертости. Ну, это мелочи. Там есть притертости, это у нас тут просто покрасить и все. Ага. Там небольшой ремонт, скажем. Вот эта вот ботва еще, видишь, у нас тут. Сюда, наверное, тебе надо рассмотреть. Она продавлена туда, и это металл, по сути. Ну, это не критично, но... Ну, покрасить все равно придется, скорее всего, вот посюда. И вот, да ладно, да. Серьезно? Да. Фигаси. У тебя ремонтная получится зону вот так где-то. Ага. Соответственно. А красится прямо вот до этого перегиба? Ну, да. Ну, ничего себе. Хорошо, что здесь ребро есть. Если ребро не было, красится, как правило, вот так. Ничего себе. Я офигел. Я просто офигел от цен. И я думаю, многие-то, наверное, в курсе, кто уже сталкивался с ремонтами. Но я, понимаете, в основном сталкивался с ремонтами, ну, Мерседеса вот такого, да, класса. Ауди А6, Порше. То есть я там знаю, сколько кузовщина стоит на такие премиальные, по сути, тачки, но немножко староватые. Вы сами-то себе представляете, сколько стоит, например, кузовщина на Крету. На новое, бюджетного класса кроссовер. На новый, бюджетный, по сути, автомобиль. Ну, ваше предположение. Потому что я оперировал в таких понятиях, ну, типа, дверь. Ну, думаю, ну, ладно. Там, на Ауди она стоит тысяч 8-9-10, да, в сборе со всей внутренней мишурой. Ну, думаю, на Крету, железяку, на новую, ну, пусть новую, там, ла-ла-ла. Думаю, ну, ладно, ну, тысяч 10 будет стоить. Ладно, что же, разберемся, починим, без проблем. Ага. Разобрался. У меня просто челюсть отпала. 30-35 передняя дверь и 25-30 задняя дверь. Вы серьезно? Вы б***ь серьезно? То есть, если я просто, допустим, ну, ладно, заказал две двери, там, сделал ремонт, бок вот мне починить, это сколько у меня? Одна восьмая машина стоимости? Ну, второй бок, одна четвертая машина. То есть, это не машина вся. И это только вот эта вот дверь, понимаете, металлическая, без внутренних обивок, наполнения, вот этого всего. Просто металлическая хреновина. И ты думаешь, ну, ладно, окей, возьму, пойду на разборку, найду, как бы, пофиг, БУ оригинал. Нету. Вообще нету. Есть мятые точно такие же, как вот эти. Знаете, сколько вот такая мятая дверь стоит? Вот угадайте. Семь косарей. Как хорошее на БУшку премиальную в сборе. Семь косарей, вот такая вот мятость. Пять-семь. Нет, есть, конечно, Тайвань. Я сейчас говорю именно об оригинале. Я не собираюсь там брать Китай какой-то, который через полгода сгниет. Уже был такой опыт, да нахрен это нужно. Тем более, впоследствии, если будем продавать этот автомобиль, то, ну, зачем мне, кому-то еще потом такие, как бы, заботы и портить свой имидж, грубо говоря, да? Если делать, то делать надо хорошо. Поэтому, как бы, не рассматриваем вот такую шляпу. Ну, ебаная, Корея, вы что творите-то? Это же жесть, просто жесть. Как так можно? Это вот это заработок дикий. В общем, вот такое вот в свете всех этих событий. Подробности немножко вам вот показал с сервис-парка, что там где, какие моменты. Но, блин, я в шоке, ребята. Это, блин, как? Это на все так? Напишите, кто ездит там на Кашкаях, на каких-нибудь аналогах, да, типа конкурентах ближайших. Реально? На Рио напишите, на Солярис, сколько дверки стоит. Неужели столько же? Или это крета такая золотая? Я просто, блин, я выпал. Просто не знаю. Ладно, в общем, написаните просто, чтобы люди понимали, как, на что они попадают. В общем, я вам просто что хочу посоветовать? Наверное, каска это обязательная, как бы, история на все время владения вот этими новыми автомобилями, как минимум на период гарантии. Я-то думал, ну, как бы, мы же не взяли каску-то, самое главное, самое обидное. Типа первый год вообще проездили, мало ездим. Думаю, ну, блин, ну, что, смысл какой, да? Решили не тратиться. Ну, вот, пожалуйста, пожалуйста. 35 косарей, дверка, нормально. Отлично. Это только еще без работ, без всего остального там еще. По мелочи наберется, набежит. А еще вот забрал вот такую штуку, Кенсую, посмотрите, гигантский, просто гигантский Mercedes GLS. В офигенном цвете, на самом деле, такой зеленый, темный, но на солнце. Как он переливается? Какой же? На самом деле, вы скажете, а что, был GML, зачем ты его взял? Интересно было посмотреть, что-то меняется вообще с ростом форм-фактора, да? Или нет? Потому что, ну, как сказать, это, во-первых, и версия чуть получше, чем та была. Та у нас, прямо скажу, не самая удачная. Здесь уже пневма, во-первых. А во-вторых, двигатель более мощный, дизельный тоже. Тоже дизельный. Поэтому он вот претендует на звание такого семейного, премиального, крутого автомобиля. Очень часто, на самом деле, люди выбирают эти штуки именно в качестве просто семейной тачки. Поэтому ожидайте, скоро обзор на клике. Все расскажу, все покажу, как есть на самом деле. Мерседес по-прежнему Мерседес. Или что-то уже пошло не так у них, что-то изменилось, как со многими автопроизводителями. Ну вот, сзади, наверное, и есть. Такие существуют уже подозрения. Очень скоро, в следующем видео, вы уже увидите, скорее всего, как я съезжу, сгоняю к дилеру. И посмотрим, что он скажет. Я вам все, конечно же, покажу, освещу эту историю. Посмотрим, посмотрим, как говорится. Ну, думаю, что проблем быть не должно. Надеюсь, что проблем быть не должно. Напишите, кстати. Вы же наверняка уже многие, кто-то обращался к дилеру с этими подкрасами, докрасами. Вот, интересно. Почитаю, сделаю вывод, куда ехать. А поеду, может быть, в самый ближайший. Да и все. Вот такие дела. На этом все. Всем спасибо огромное за внимание. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok